Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вчера прочитала психологическую статью, с которой я не согласна, но все равно хочу услышать ваше мнение. Кстати, я про то, что люди часто ругаются именно во время еды, и типа это потому, что еда вызывает эротические ассоциации. Типа человек не выдерживает собственного эротизма и начинает нападать на других. Знаете, я тоже замечала, что есть эта тенденция ссор именно по столу. Мой дед часто закатывал за столом истерикой, что касается меня, то я раздражаюсь, когда кто-то ест, но у меня нет никаких эротических ассоциаций или переживаний. Я дико раздражаюсь от чапкающих звуков, это просто омерзительнейший звук для моих ушей, и причем тут эротизм. Порой хочется врезаться, это гадкая чапка, но у меня голодой чапка, и я говорю не перечапкивай реальности. Если у меня ассоциации, так и будто чапкающий человек перечапкивает реальности, но повторюсь, я не вижу ничего общего с эротизма. Пишут, что раньше процесс употребления пищи был более интимным, чем булавой акт, но я даже не знал об этом до вчерашнего дня. Вопрос тогда, откуда взяться эротическим ассоциациям, если я не знал? Короче, я ничего не понимаю, никак не могу согласиться с прочитательной статьей, но хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Может, это эротизм какой-то подсознательный или еще какой? Но я в упор не вижу связи, лично мне кажется, что есть две причины. Ссор за столом, это раздражающие и чапкающие звуки, и тот факт, что в силу сбора никто никуда не спешит, и самое время предъявлять претензии, когда чапкают, тем более. Ну, здесь, наверное, нужно сказать в первую очередь, что с вами отчасти я согласен, в смысле того, что не всегда это связано с эротизмом, хотя все мы вкладываем в этот термин, тоже, наверное, имеет значение, вот. Потому что с точки зрения психологии, да, вот некая такая конфликтность или ссора, она может возникать действительно из-за сексуального напряжения, которое человек вытесняет и, значит, ну, сублимирует. Если можно вот так выразиться в конфликт, вот, в ссору и так далее. Но основной ключевой момент заключается, на мой взгляд, в психологической игре скандал, который в данном случае является определяющим, когда люди, по сути дела, не могут, не умеют правильно, ну, то есть корректно, да, обращаться со своими чувствами, вот. Здесь сдерживают их как-то, возможно, бояться, прямо их выразить, и в итоге все оборачивается в конфликт, в... 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 ну, в ссоры и так далее. То есть это больше история, а... как мне видится, связана именно с обращением человека со своими эмоциями. То есть, ну, наверное, понятно, что каждому из нас может что-то не нравиться, и, ну, чем-либо, ну, чем-либо, это абсолютно нормально, вот, но не каждый может обратиться с этим. Так, чтобы, вот, было комфортно, чтобы было приятно, чтобы было хорошо. И вы правы, говоря о том, что люди за столом находясь, ну, в непосредственной близости друг от друга, да, начинают как-то чувствовать, да, начинают вспоминать какие-то обиды, боль, вот, которые у них по отношению к человеку есть, и начинают это высказывать. Вот, потому что, опять же, пока, ну, человека по факту не видно, да, пока я человека не вижу, ну, как бы... Ничего, в принципе, ну, ничего может и не быть, но вот стоит мне человека увидеть, да, и начинается как бы на уровне ассоциации, вот... Негатив какой-то. Вот, это первое, что хочется сказать. То есть, я бы с эротизмом, как таковым, конечно, это бы не связывал. Вот. Но, я хотел бы, пожалуй, отметить тот факт, что вас разращает чавканье. Это очень похоже на навязчивые мысли. Вот. И с этим нужно, на мой взгляд, поработать, потому что, ну, чавканье хоть и неприятно, но... В целом, в целом является, поскольку, естественной, на мой взгляд, поведенческой реакцией человека. Вот. И, как мне кажется, ну... Испытывать раздражение от этого, да, это... Ну, демонстрируете вы какой-то свой здесь внутренний конфликт, да, какое-то свое внутреннее напряжение. Возможно, чавканье ассоциирует силансы с проявлением агрессии, да, вот, с тем, что человек может... Ну, дальше... Начать... Скандалить и так далее, и так далее. Вот. Интересно и... Ваша фраза по поводу перечавкивания реальности, которую вы несколько раз... ...говорите. Вот. То есть... Хотелось бы как-то раскрыть этот момент. Ну, что вы имеете в виду, говоря о перечавкивании реальности, то есть... Чем и как это... Ну, переключается ваше внимание. То есть, ну, почему это переключает ваше внимание. Ну, цепляет вас и так далее. Вот. Это, конечно, очень было бы... Неплохо. Преследовать. Если вы... Сами этого... Хотели бы. Вот. Какой-то такой ответ... Я хотел бы вам дать. На этом всё. Надеюсь, что... Помог вам... Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь ва... Помощью. Вам она пригодится. Удачи. Удачи. Будьте...